Сражение Приолава произошло 5 августа 1808 года между шведскими и русскими войсками перед сражением. После неудачного для русских боя Приолапа, 2 июля 1808 года, генерал Раивский, командовавший центральной группой войск, удерживавшихся в Финляндии на фронте ВАЗа, Куапия, Сердоболь, отошел по дороге на Тавастгус, сперва к Сальме, а затем к Алава. Одновременно с этим, боковой авангард Янковича Демилиева, связывавший Раевского с войсками Барклая де Толли, удерживавшимися в Куапия, был оттянут от ленту Лакса к Сауриярве. В указанном положении Раевский ожидал дальнейшего наступления превосходящего в силах противника. Благоприятная для отдельного поражения Раевского обстановка не была использована шведским главнокомандующим Клинкспором. Он продолжал оставаться в бездействии у Лапа, а потом у Салме, ограничиваясь партизанской войной на сообщениях Раевского, дабы принудить его к отступлению. Наиболее чувствительным для русских было нападение на Вертойс, где, в точке пересечения системы Сатакунских озер с Дорогой Ваза, Тавастгус, был головной склад продовольственных и боевых припасов для войск Раевского. В течение нескольких дней Раевский был совершенно отрезан от своего тыла, население поддерживало партизанов и принять против них какие-либо действительные меры не представлялось возможным. Солдаты Раевского поддерживали свое существование коренями, грибами, найденным в опустошенных полях, полусгнившим картофелем и тому подобным. При таком тяжком положении вещей Раевский 11 июля созвал военный совет. Военный совет единогласно решил отходить к Ервескюле. Решение это было одобрено графом Каменским, присланным графом Буксгевденом стать во главе корпуса Раевского, к которому отовсюду стягивались подкрепления. Едва не захваченный по пути партизанами, Каменский, приняв командование, повел войска от Ервескюля на юг, вдоль западного берега озера Пиени, и остановился на высоте Таммерфорса. Всего у Каменского было 10500 человек с 38 орудиями. 1 августа Каменский выдвинул авангард властовок Сауриярви, а два боковых отряда Круровеси и Киуру. План графа Каменского заключался в том, чтобы, прикрывшись отрядами Сабанеева и Эриксона, быстро устремиться через Ервескюля на Сауриярве, Лентулакс и атаковать Клингспараусальми с угрозой его сообщением с Вазойгом Лекарлибю. Однако этому смелому решению не суждено было осуществиться. 2 августа Каменский выступил из Ервескюля и Эриксон, соединяясь с Сабанеевым, двинулся на Алава, рассчитывая привлечь на себя шведов таким наступлением. Но уже 6 августа на пути к Лентулаксу Каменский получил донесение о поражении соединенных отрядов Эриксона и Сабанеева при Алава. Ход сражения. Столкновение это произошло следующим образом. Граф Клингспор, получив донесение о появлении русских войск, как вблизи Алава, так и у Сауриярве, заключил, что русские намерены действовать против него из фронта и в обход левого фланга на созванном им военном совете. После долгих споров, было приято решение, сдерживая северо-восточную группу русских ударить на другой их авангард. Для этого Клингспор выделил только 5000 человек и начальство над ними верил своему начальнику штаба Адлер-Крейцу. 4 августа войска Адлер-Крейца тронулись двумя колоннами, правую вел Кронстед, левую – Гриппенберг. Войска Сабанеева, соединясь с Эриксоном, расположились перед Алава, стараясь единовременно прикрыть как дорогу на Вертойск-Таммерфорс, так и на Тесии, Кеуру, Ервескиуля. 5 августа на рассвете шведы стали теснить передовые части русского 2000-го отряда и Кейриксону стали поступать донесения о том, что неприятель в значительных силах наступает по обеим дорогам. Опасаясь быть прижатым тылом к озеру Алаярве и лишенным возможности воспользоваться обоими путями, он отошел версты на три в этом направлении, к деревне Херкенен, где и занял теснину между озером и скалистой высотой. В 14 часов противник занял Алава и начал атаку позиции у Херкенея. Ввиду силы позиции с фронта Адлер-Крейц прибег к обходу лесом, грозившему отрезать Эриксона от последнего пути отступления. Пререкания между Эриксоном и Сабанеевым невыгодно влияли на успех обороны их отрядов. Эриксон стоял за отступление, Сабанеев, наоборот, настаивал на упорном одержании позиции. Тем не менее, движение по лесу обходной колонны вынудило их отступать, но так как отступление было начато слишком поздно, то противник успел смелым штыковым натиском смять один из егерских батальонов. Русские потеряли здесь около полутора сотни пленными. Отступление Эриксона затруднялось местностью. Войскам приходилось втягиваться в дефиле между озером и скалистыми высотами, а противник энергично наседал, преследуя отступающих на протяжении 13 верст. Получив донесение о поражении Эриксона под Алава, Каменский решил обеспечить свою операционную линию победоносным боем и, бросив первоначально задуманный маневр, решил всеми силами свернуть от Ервис Кюля прямо на Киуру Алава, дабы ударить на клинг спора Раныпи, чем последний успеет выиграть достаточно пространства для движения ему в тыл. Такое движение, давая выгоду внезапности, в то же время облегчало положение Эриксона. Пройдя в пять дней 170 верст, Каменский 13 июля снова занял Алава, опрокинув по пути передовой отряд шведов. Дальнейшее наступление привело к решительным боям у Куартани и Салми. Одновременно с выходом своим из Ервис Кюля, Каменский двинул по прежде намеченному пути отряд Властова с целью прервать связь клинг споры с Сандельсом и затем действовать первым во фланг. Это движение привело к бою при Корстуле. Источники Военная энциклопедия Патрет В.Ф. Новицкого и Д.Р. С.П.Б. Т.В. И.В. С.И.Т.И.Н. 1911-1915 С. От 222 до 223 Михайловские Данилевские И описание финляндской войны на сухом пути и на море в 1808-1809 году С.П.Б. 1841 С.